Многодетная мама из Ишеевки попросила помочь с выделением земельного участка по программе «Поддержка многодетных семей». Женщина стоит в очереди с 2012 года. За это время ей предлагали несколько вариантов, но в других населённых пунктах. Мама троих деток, среди которых есть ребята с инвалидностью, не готова к переездам. Трое участок вам будет предложено в самой Ишеевке. Выбирайте. До 1 июля, я так понимаю, участок будет предоставлен. Жители Новоспасского района обратились к главе региона с просьбой открыть в местной больнице отделение неотложной кардиологии. В Министерстве здравоохранения отметили, в муниципалитете откроют оригинальный сосудистый центр, который будет обслуживать жителей Южного Куста. Установят также современный ангиограф. Этот аппарат используют для диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. С помощью установки можно выявлять патологии кровеносной системы и повреждения сосудов. На следующий частично поставленный комплект женщин для ангелографа. И на следующей неделе будет монтаж с последующим получением разрешения на вводную эксплуатацию. Я думаю, что в марте-апреле мы его должны запустить. Преподаватели Димитровградского технического колледжа вышли с предложением увековечить память выпускников, погибших в ходе специальной военной операции. Мемориальная доска на фасаде здания колледжа должна появиться ко дню победы. Взяли буквально три месяца для того, чтобы процедурно отработать эти мероприятия. Ну, первое, это заседание педсовета. Я не думаю, что там будут какие-то возражения. Далее согласование с родителями. Да, согласование с родителями. А эти пять ребят все молодые, имеют ордена мужества, один даже медаль Жукова. И далее изготовление. Также губернатор принял решение по выделению адресной помощи жительнице Димитровграда. Для ее дочери с ограниченными возможностями необходима закупка дорогостоящего подъемника. В связи с особенностью заболевания она постоянно находится в вынужденном лежачем положении. Адресная помощь будет оказана до конца января. Анна Тищенко, Улправда ТВ